Девушки отдыхают Чтобы вообще не появляться вовсе. Этого никто не заметит. Ты давно всем управляешь сама. Но я же готова признать свою ошибку. Что ты еще хочешь? Хочешь, чтобы я перед тобой на коленях ползала? Не нагнетай, не надо. Все равно ничего уже не изменишь. Мы давно уже чужие люди. Сереж, ну, пожалуйста, я прошу тебя, давай попробуем сейчас и еще раз спокойно все обдумать, все обговорить. Ну, найдем какой-то выход. Не думаю, что сейчас ты найдешь на это время. Антон, ну что ты делаешь? Мы все испортим. Ну, что же самое? Мы пришли на модную вечеринку. Если светские львицы решат, что цветная помада не подходит к моему наряду, они меня загрызут. Какой кошмар. Может, пойдем отсюда куда-нибудь, а? В кино, например. Последний ряд, места для поцелуев. Да. Так, все, Антон, я готова. Пойдем. Бери цветы. Ты идешь? Нет. Поехали, Миша. Где твоя подруга? Здрасте. Ты Оксану имеешь в виду? Ну, а кого я еще должен поздравить в этом мире мод? Так, сейчас показ коллекции. Потом поздравления и фуршет. А потом ты вырутишь Оксане цветы, ладно? С ума можно сойти. Не ворчи. Слушай, у меня идея. Может быть, ты поищешь каталоги показа, а? Да, что, потом с ними таскаться весь вечер? Нет, уж спасибо. Я лучше пойду, пойдусь. Погляжу на людей, которые, кажется, не имеют проблем в этой жизни. Давай. Привет, дорогая, бери. Привет, мукошка. Привет, мукошка. Привет, мукошка. Что случилось? Я не знаю. Держи. Держи. Ксюшка, здесь? Ну, а что случилось? Он меня бросил. Кто? Сергей. От меня ушел Сергей. Я понимаю, что я сама во всем виновата. Я идиотка. Но я не знаю, что мне делать. Как мне его вернуть? Я уже люблю его. Оксана Евгеньевна, извините, конечно, но вас там ждут, надо начинать. Начинайте без меня. Да, но... Пожалуйста, начинайте без меня. Хорошо. Ксюш, а давай возьмем мартини, поедем ко мне. Посидим, поговорим, а? Нет. Нет, Дашка, спасибо, я не поеду. Я поеду сейчас на работу, в офис. У меня очень много дел. Кто-то же должен это делать. Извини, я не хочу, чтобы меня такое здесь видео. Я пойду. Ксюш, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Антош, я хочу заехать в офис к Оксане. Здесь почти по пути. Я всего на пять минут, честное слово. Даша, да знаете ваши пять минут? Ведь через час выйдешь, как минимум. Даша, мне очень рада вставать. Все понятно. Ладно. Пересаживайся за руль. Я поймаю такси и поеду домой отсыпаться. Спасибо тебе большое. Будут через час. Не обещай, для отчего не можешь исполнить. Здрасте. Исправь этот договор. Хорошо, Оксана Евгеньевна. И вот эти фотографии, выкинь на помойку. Это стыдно отдавать в журнал. И назначь новую фотосессию. Кто-нибудь сделает мне кофе? Черт бы вас побрал всех. Привет, девчонки. Что, ночная смена? У себя. У себя. Ну что, сама не спишь? Девочек бегать заставляешь? Ну, значит, я не просто плохая жена, а еще и злой босс. Ну, кто сказал, что будет легко? Такая вот сэлявья. Так, все, хватит на сегодня. Поехали домой, а? Оксана. Оксана, извините, что не успела занести вам кофе. Принтер застрял, вот только сейчас распечатала. Ладно, передай всем, что рабочий день закончен. Все свободные, я извиняюсь, что задержала. Хорошо. Я же просила их выкинуть, ну? Извини. Ничего. Все в порядке. Пойдем. Пойдем. А знаешь, мне кажется, даже хорошо, что Сережа уехал. Вы остынете, взвесьте все за и против. И вот увидишь, все само собой наладится, честное слово. Хочется верить. Черт, слушай, что со мной? Ксюш, ты чего? Все поплыло. Я совсем с ума схожу. Ксюш, ты как-то неважно выглядишь. А как я должна выглядеть, ты, черт возьми, ты на твоем месте? Успокойся, успокойся. Все хорошо. Прости. Прости, Даша. Все в порядке. Слушай, дома у перехода, останови, пожалуйста, я выйду. Оксана. Правда, я пойду, подышу воздухом, дом совсем рядом. Ну, смотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем привет! 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 Даш, ну что? Что? Ну, как показ прошел? Покажи каталог. Да, дай посмотреть. На жертву однодневной моды хочется выразить им соболезнования. Слушайте, слушайте, я забыла, ну, извините, я позвоню, я позвоню и попрошу, чтобы мне прислали новую. Звони. Спасибо, Дим. Так, Катя. Алло, Катюшка, привет, это Иванова. Слушай, пришли мне, пожалуйста, парочку нового каталога с вчерашнего показа. Ну да, забыла. Спасибо большое. Слушай, а как там Оксана, отошла от вчерашнего? Да ты что? Ты не можешь пойти. Алло, извини, пожалуйста. Ну, видимо, ты опять сегодня без каталога. Мамочка, не волнуйся, все хорошо. Да, у Антона тоже все хорошо. А как папа? Замечательно. Мам, слушай, больше не могу разговаривать, у меня встреча. Я попозже перезвоню. Все, пока. Простите, пожалуйста. Простите, ваша фамилия Саженко? Да, а что? Я подруга Оксаны Евстафьевой. Мне сказали, она находится в СИЗО, это что вы ведете ее дело. Я не знаю, что случилось. Мы вчера вечером с ней общались, я подвозила ее домой. Я думаю, могу чем-то помочь. Я высадила ее у перехода. Там совсем недалеко от ее дома. А в каком состоянии была ваша подруга, когда вы расстались? Ну, дело в том, что ее муж, Сергей, сказал ей вчера, что подаст на развод. Ну, Оксана очень сильно переживала по этому поводу. Состояние вашей подруги можно было бы оценить, как неадекватное. А почему сразу неадекватное? Потому что в адекватном состоянии такое вряд ли можно совершить. Ну, Господи, прошло. Свидетельница, молодая девушка, нашла вашу подругу без сознания. А рядом лежал труп. Да, кстати, вы знали, что у Евстафьевой есть оружие? Да, но она купила его для самообороны. А что, ей кто-то угрожал? Я не знаю. Оксана богатая женщина. И в Москве полны-полно психов, которые могут прыгнуть ножом из-за мобильного телефона. Может быть, как раз он был из этих? Убитый, конечно, был не герой нашего времени. Но приводов в милицию у него не было. Это еще ничего не доказывает. Свидетельница была подругой покойного. В тот вечер они просто гуляли, пили пиво. Потом он пошел за чипсами, а через минуту она услышала выстрел. Анализы показали, что ваша подруга была под воздействием очень сильного наркотика, способного вызвать устойчивую эволюцинацию. Это бред какой-то. Оксана вообще не пьет. А следователь про это знает? Ну, конечно, я же ему говорила. Ну, и он что? Ну, просто развел руками. Ну, вообще-то правильно сделал. Анализа вещь объективная. Да, но я все время находилась рядом с ней. Я не видела, чтобы она там что-то нюхала или глотала. Куда? Ну, куда ж ты бьешь, мазила? Даша, ну... Антон! Ну, посмотри на меня. Даша, ну я не знаю. Может, ей что-нибудь вкололи? Кофе. Мне лучше чай. Антон, ты можешь отдать мою блузку на экспертизу? То, что чего? Ну, привет. Спасибо тебе, что встретил. Я сразу на вокзал. Билетов не было. Пархатный сезон, чертов. Сережка, я знаю. В тот вечер выявил. Я сам уже себя сто раз проклял, Даша. Дурак, без мозга. Неужели нельзя было иначе? Вывалился и укатил. Можно же было спокойно в другой день сесть, все обсудить. Ну, да, наверное. Даша, я знаю, она этого не делала. Это была самооборона. Мы докажем. Антон! Я, я! Привет. Привет. Ну что? Вообще-то ты мне должна бутылку коньяка за оперативность. Ну говори. Вкусно пахнет. Ну не тяни уже, давай. В следах кофе на твоей блузке обнаружена наркота. Ну, все сходится. Все сходится-то. А то, что когда мы вышли из кабинета, стаканчик с кофе, который потом Оксана провела мне на блузку, он уже стоял в автомате. Ну, пока он там стоял, кто-то у него что-то и подсыпал. Точно. Спасибо тебе большое. Ну, знаешь, спасибо ты не отделаешься. Кажется, что-то горит. Ну и пусть горит. Где? Как пусть? Это же мой ужин. Значит, ты предлагаешь написать заметку в защиту этой эстафины? Роман Игоревич, конечно, мы не будем делать никаких заявлений. Я просто расскажу о событиях, очевидцем которых была. и просто попытаюсь сделать кое-какие предположения. А я не уверен, что ты имеешь на это право. Почему? А потому что она твоя ближайшая подруга. И ты не можешь быть полностью объективным. Но я... Подожди. Сейчас это дело выглядит предельно ясно. Простой рабочий парень пошел купить чипсы и попал на богатую дамочку с неадекватной психикой. И вот эта дамочка всадила в него пулю. Потому что она была накачана наркотиками по самые уши. А за что? Да бог ее ждать! А чего там ей причудилось? На самом деле... Молчи! На самом деле... Именно так вот это дело представил московский очевидец. Тут комментарии следователя, беседа со свидетельницей и данные экспертизы. Роман Игоревич, я просто хочу доказать, что Оксане подсыпали наркотик. А ты можешь доказать, что это не она убила этого парня? А? М? Ну ты же знаешь, что мы дрожим уже тучу лет. Никто не знает, что в сердце человека. Кроме него самого. Но я не верю, что она могла совершить убийство. Но у следствия же есть улики. А у тебя ничего, кроме твоего личного к ней отношения? Ну, возможно. Но делать вид, что это меня не касается и просто ждать результата в следствии, я не хочу. Даша, наши читатели в большинстве своем очень простые люди. Они не знают, кто такая и что за человек это Оксана Евстафьева. Но они прекрасно знают, что у нее очень много денег. И если у нас не будет железных доказательств, то все решат, что это она оплатила компанию в прессе и хочет уйти от ответственности с нашей помощью. А я не хочу, чтобы о нас сложилось вот такое мнение. Понятно? Привет, Оксан. Оксан, это все моя вина. Нет. Нет, ты здесь ни при чем. Ты просто сказал то, что давно нужно было сказать. От нашей семейной жизни действительно ничего не осталось. Я не могу вернуть все обратно. Но поверь, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вытащить тебя отсюда. Ведь так, Михаил Борисович? Да, конечно. Оксана Евгеньевна, я буду придерживаться той линией защиты, которую вы выберете сами. Но мы должны четко представлять себе все возможные варианты исхода дела. Ну, лучше исход дела это мое оправдание. Да-да, конечно. Я уже встречался со следователем. К сожалению, против нас улики, которые очень сложно опровергнуть. Но я не делала того, в чем меня обвиняют. Я верю. Но в данном случае это очень трудно доказать. получилось. Продолжение следует... Привет, Катюш. Привет, привет. Спасибо, что нашла время встретиться с вами. Да не за что. Слушай, я только что не очень поняла. А зачем тебе понадобились наши фотографии? Ну, пойдем я тебе кофе угощу и все объясню. Угу. У нас осталось ровно пять минут. И сколько мне могут дать? Надеюсь, что суд учтет ваше безупречное прошлое и ваши семейные обстоятельства. Я думаю, что финальный срок будет приближаться к восьми годам. Слазать. Еще варианты есть? Да. Если вы признаете вину сейчас, то дело будет проходить по особой процедуре. Тогда можно надеяться на срок не более двух третий от максимального. Учитывая смягчающие обстоятельства, вы проведете за решеткой не более трех лет. Нет. Нет. Свидание закончено. Вот смотри, в тот вечер в офисе работали вот эта девочка, Танька Богданович, вот эта, Лена Старых, и вот эта, Ира Рунова, не знаю, все девчонки очень порядочные. Если это сделает кто-то из них, да, тоже должен быть какой-то мотив. Давай подумаем, в кресло Оксаны никто из них по-любому не сядет, а зарплата у всех троих приличная. Но по мне, так здесь просто не за что зацепиться. Хотя ты знаешь? Что? Да Богданович как-то намекнула, что Рунова вот эта вот, а последнее время Кой с кем встречается. Ну и что? И она действительно в последнее время брала коротенькие отпуска. Ну так, знаешь, на пару дней. Так самое интересное, что это совпадало со временем, когда Сергей уезжал в командировки. Да ты что? Угу. Слушай, а ты Оксане об этом говорил? Нет. Нет, а если это сплетни? Ну, конечно. Слушай, Дина, я это не могу спросить ее напрямую. Извините, вы случайно не спите с мужем вашей начальницы. Дашенька, любовники ведь общаются между собой как-то помимо постели, правда? Телефоны? Ты наивная. Любая жена может просмотреть список входящих вызовов или попросить распечатку. И тогда все. Привет. Ну, а как тогда? Ну, подумай. Ну, подумай. Электронная почта. Так ведь любой электронной почте нужен пароль. На этот случай, Дашенька, есть у меня один человечек. Хакер. Ну, в его случае улыбками ты не обойдешься. Слушай, а то Пикина нет на месте. Поехали. Ну, поехали. Это он? Да, что ли, он такой немножечко странный. Не обращай внимания. Привет. Привет. Приветствую. Привет. Дарья, Сергей. Очень приятно. Приятно. Я хочу получить доступ в почтовый ящик этого человека. Серега, доступ. Готов? Готов. Начали. Все. Двадцать девять. Ух ты. Так, посмотрим. Входящие. Восходящие. А встречаемся сегодня вечером. Не волнуйся, все будет хорошо. Так, смотрите, а вот утром отправленное сообщение. Встречаемся в семь в кафе Лагуна. Так, значит, любовницы все-таки есть? Так, может быть, это деловая переписка. Надо проверить. Здрасте. Да, Катя, привет. Катя, извините, я тебе попозже перезвоню, ладно? Ну-ка, очки нужны. Сейчас принесу. Так. Держи. Что это у вас такое? Дресс-кон для очередной тусовки? Дим, а ты не хотел бы себя попробовать в качестве телохранителя частного детектива, а? Я, между прочим, серьезно. Мне кажется, очень светлая. Ну, если для этого придется надеть твою одежду, тогда, конечно. Все, хватит. Держи. Ребята, в чем дело-то? Ну-ка. Отлично. То, что надо. Ага. Ладно. Все, мне пора. Всем счастливо, пока. В счет-то кому прислать? Себе или Степановой? Настоящая современная женщина. Попользовалась мужчиной и ушла. Я в шоке. Так что я тут делаю. Попользовалась мужчиной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Послушайте, Юля, я не понимаю, зачем нам надо встречаться. Вам же уже заплатили. Заплатить заплатили, но это вам мало и нужно еще. Ну как же так? Мы же договорились. Слушай, ты не на рынке. Не будет денег, отыграем все обратно. Время у тебя еще есть? Обдумывай все хорошенько. Вечером встретимся. У меня к вам вопрос. Нотариуса сюда пустят? Да, это возможно. А зачем вам нотариус? Ну, даже если мне дадут минимальный срок, это ведь три года, верно? Ну, допустим. А ни один бизнес только без руководителя не может. Мы когда с Сергеем писали устав фирмы, мы разграничили наши полномочия. Хотели, чтобы каждый занимался своим делом. Да, я это знаю. Поэтому я хочу выписать для него доверенность. Вы понимаете, что если вы оформите доверенность, Сергей получит полное право распоряжаться фирмой и всеми вашими деньгами? Я доверяю своему мужу. Я просто хотел вас предупредить. Здрасте. Антон, подожди. Даша, что случилось? Угадай, кого я сегодня случайно встретила? Даша, мне сейчас не до угадая, у меня срочное дело. Говори. Подожди, послушай, я встретила ее. Кого? Свидетельницу происшествия по делу Оксаны. Ну и что? А то, что она встречалась с подчиненной Оксаной, которую я подозреваю. Да в чем? Да в том, что она спит с мужем Оксаны. И то, что она могла подсунуть ей наркотик. Они говорили о деньгах. Даша, я надеюсь, что ты случайно услышал их разговор. Ну, конечно. Ты не следила за ними? Значит, не записала его на пленку? Нет. В таком случае у тебя нет доказательств. Это одни сплошные домыслы. Общение между людьми не запрещено законом. Извини. Алло. Да, да, еду, еду. Даша, давай дома поговорим, хорошо? Извини, у меня срочное дело. Все равно я это дело так не оставлюсь. Зачем ты выписал доверие? В последнее время мы слишком часто ссорились. Нет. В последнее время ты меня очень поддержал. Я многое поняла. Да. И сказать-то тебе нечего. Не надо. Не надо ничего говорить. Просто жди меня. Я постараюсь поскорей. Ну что, как разведка? Да потом, слушай, а где Димка? А у него не будет уже сегодня. А ты что? Я хотела попросить, чтобы он со мной съездил. Ну ладно, сама как-то не справлюсь. А чего ты Антона не попросишь? А ты что, если я ему скажу, он меня посадит под домашний арест? А ты что, если я ему скажу, он меня посадит под домашний арест? Ну, Дашка, ну тогда ни пух тебе ни пера. К черту. Угу. Да, алё. Ага. Давай запишу. Ай-а-а. Угу. Ай-а-ай-а. Он говорит, что, что он думал. Ай-а-а. Угу. Ай-а-а. Ай-а-а-а. Комната. Ай-а. Ай-а-а. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Завод бывший. А, понятно. Там сейчас как после ядерной войны. Спасибо, что предупредила. А может, помощь нужна? А с чего ты взяла, что мне нужна помощь? Ну, ты не похожа на тех девок, которые тут по вечерам пиво пьют. Не местная. А я, я тут каждый угол знаю. За деньги куда хочешь приведу. Как тебе зовут проводник? Пашка. Хороший ты парень, Пашка, но думаешь, что сама справлю. Спасибо. Пашка. Пашка. Что? Лучше места не могли придумать? По-моему, замечательное место для сделки с таким ковбоем, как ты. Ну что, принесли? Мы же вроде уже в расчете. Рало, что будем вешать другим. Мы тебя по-русски спросили. Деньги принес? Если ты думаешь, что до скончания века будешь меня шантажировать, не выйдет. Нет. Мы все теперь одной веревочкой связаны. Ладно. За мной только лжесвидетельство. А вот за тобой? Ну хорошо. Ну что, теперь в расчете? Ты что, полегал привели, а? Нет. Это не мои. Тихо, котик. Это не легавые. Сейчас посмотрим. Черт. Черт. Мишаня, здорово. Слышь, ты мне помнишь, новую игрушку там обещали? Эй, малявка! Подожди. Что там делаешь? Че не видишь? Я на трамвае еду. Ну где там гоблины против порков, но… Пошли отсюда, здесь таких полно. Да, да. Это. Угу. Да. Все. Вставай, они ушли. Спасибо. И не забудь свой телефон. От лица своей клиентки я готов сделать заявление. Слушаю вас внимательно. Оксана Евгеньевна готова признать свою вину. Вот ее письменное заявление. Оксана не совершала никакого преступления. Ее подставил муж. Подчиненные Оксаны Ирина Рунова и Сергей Евстафьев – любовники. Это они все подстроили. Вот доказательства. Ура! 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 Пу-у-у! Ну, не знаю. В прошлый раз, когда ты подвезла меня, я оказалась рядом с трупом. Ксюша! Не надо. Я все знаю. Я знаю, что если бы не ты, не представляю, как тебя благодарить. Давай благодарность оставим на потом. А сейчас поедем с тобой куда-нибудь по улице. Покрали. И выпьем по чашечке двойного эспрессо. Теперь твой любимый напиток. Да, но без добавок. Ну все, мамочка, спасибо, я побежала. Ты мне даже толком ничего и не рассказывала. Мама, давай в следующий раз. А то я обещала следователю, что не буду распространяться на эту тему. Ну, это ты в своей газете пока печатать не имеешь права, а мне рассказать можешь. Мама! Мама! Съешь пирог. Ну ладно. У Сергея был знакомый. Он уже не раз решал свои проблемы с помощью бандитов. Вот через него он познакомился с Протасовым и его подругой. Вместе они взялись осуществить план, который придумал Сергей. Подруга Протасова нашла жертву, безработного Игоря Равенского, который давным-давно уже сидел по уши в долгах. А дальше уже началась многоходовая комбинация. Стоило только Сергею раскрыть свой бумажник, и Равенский согласился на все. Игорь! Это наш новый друг Игорь, это мой партнер Виктор, а это Сергей. Сергей, чтобы быть вне подозрения, заранее купил билеты. И сразу же после расставания с Оксаной вылетел в Таллинн. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Сергей Естафьев. Доброе утро! В этом месте? Да, хорошо. Все нормально? Спасибо. Как время мы с утром с вечером с утром? От 7 до 11? Доброе утро! Доброе утро! Там он зарегистрировался в отеле, получил ключи от номера, разложил вещи, разобрал постель в номере, чтобы обозначить свое присутствие. А потом ушел так, чтобы его никто не заметил. Сел в такси и поехал обратно в аэропорт. А через полтора часа уже летел в Москву с обеспеченным алиби. Ну а как же ему надо было второй раз пересечь границу? Да. Поэтому он заранее купил паспорт. На чужую фамилию. Сергей знал, что Оксана в этот вечер, что бы ни случилось, обязательно вернется в офис. Доделывает договоры, чтобы не потерять выгодный контракт. А Ирина Рунова улучила момент и подсыпала наркотик в кофе Оксаны. Если бы Оксана в тот вечер позволила бы мне довезти ее до входа, то наверняка бы ничего не случилось. А так возле дома ее уже ждал Равенский. Нет. Мне кажется, это не спасло бы Оксану. И может быть, с тебя. В любом случае, не повторили бы это еще раз. Возможно. Протасов объяснил Равенскому, что тот должен оглушить Оксану и забрать в нее сумку. Равенский взял сумку, и тут появился Сергей Евстафьев. Равенский отдал ему сумку, и это было последнее, что он сделал в своей жизни. Зачем? Зачем Сергею все это понадобилось? Подставлять Оксану? Он же не мог просто заказать убить свою жену. А так он рассчитывал, что если Оксана окажется в тюрьме, он получит всю полноту управления бизнесом, продаст компанию, и свалит куда-нибудь к морю и океану. Жит со своей зазнобой. Так, я побежала. Даша! Что вам? Антош, я бегу. Бегу все. Скажи, а Антон знает о твоих подвигах? Пока нет. Но я им расскажу. Завтра или после. Завтра. Пока. Пока. Последний ряд. Мне стало для поцелуев? Да. Даша, кстати, я все забываю тебя спросить. Да. Я тут недавно звонил тебе, а трубку взял какой-то мужик. Да ты что? Да, представляешь, представился Мишаней, какую-то хреновину у нее с про гоблинов, орков. Слушай, не знаю, может быть, там какие-то помехи на связи? Да нет, высветился именно твой номер. Может быть, там что-то сломалось или перепуталось? Сломалось, перепуталось. Даша. Зачем ты меня обманываешь, а? Тебе не стыдно? Ты думаешь, я ничего не знаю? Даша. Ну, Антон, извини меня, пожалуйста. Я хотела тебе все рассказать, но так получилось. Как? Ну, как получилось. Ну, прости. Ты ведь меня знаешь, согласен? С чем? С тем, что я тебя знаю? Или с тем, что я опять должен тебя прощать? Ну, ладно, пойдем, вот опоздаю. Антош, а может, ну, это кино? Мне для поцелуев нас с тобой дома хватает. Ммит. О, ладно. Яação. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова